Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Роман Шкудер, компания Фортлайз. Специально для нашего партнера компании Омаркет. Сегодня будет коротенький обзор по рынку криптовалют. Значит, по технике, что у нас по битку, ребят. Помните, с вами говорили, пробили уровень 21.320. Это точка, с которой было сильное движение, так называемый экстремум, с которой было сильное движение вниз, его пробили и цена устремилась выше. Сегодня у нас ставка процентная, ребят, будет вечером и мы сейчас стоим на уровне 22.500. Вот он тоже отсюда пришел, был разворот и цель у нас 25.000. Возможно, кстати, на ставке, ребят, будет какой-то провал потом с выкупом или провал вниз, тут никто не знает, поэтому рекомендации сегодня вообще не лез в позиции. То есть я сейчас там позиции в целом закрыл свои, те, что были, скажем так, спекулятивные, а долгосрочные, понятно, там может, там, я себе сижу, там какие-то цены поставил себе на покупку, на продажу и так далее. Но в целом, сейчас мы вот между уровнями, то есть находимся, может пойти в любую сторону, то сейчас 50 на 50. По аде, ребят, прошли мы достаточно хорошее движение, сейчас вот цена тоже стоит на месте, напрашивается, конечно, какой-то откат, но если проведем снизу такой локальный уровень тренда, видите, он у нас тут есть, локальный уровень тренда такой вот, то может быть оно и пойдет дальше. Но хотя просится на откат где-то в зону 32 центов. Я брал бы где-то отсюда, если честно. Вот этот уровень специально сейчас отмечу, то есть я брал бы где-то вот отсюда, если будет откат сюда. Это как раз где-то процентов на 15 вниз, то есть рынок немножечко успокоится и тогда можно будет дальше брать на продолжение. Думаю, что все-таки мы пойдем наверх в среднесрочной перспективе и мы увидим там цену 25-30 тысяч по битку. Думаю, что это такой более реальный сценарий. Значит, BNB, ребят, дошел до уровня 314, смотрите, была попытка пробоя, не умничал с успехом, как бы ну сейчас точка формируется реально на шорт. А раз ложный пробой, нету реакции, второй ложный пробой двумя свечами, в принципе, напрашивается. Ну может и пойти, потому что поджимает уровень, то есть тут такое, сейчас будет созидеться отставки. Если Америку завалят вниз, конечно, то я думаю, что и крипту завалят. Если нет, тогда значит пойдем дальше наверх. Так, по Dash, тут пока ситуация такая себе, график кстати отличается, поэтому не буду его смотреть, непонятно почему. Кстати, ну Dash там у нас смотрится очень сильнее рынка, на самом-то деле, если взять нормально. Значит, DOT 5.7 уровень, я брал бы отсюда, хотя тут держат 6.07, вот эту зону держат, она как бы тоже есть на графике, ну такой себе уровень, если честно. 6.07, это у нас что такое тут было? 6.07, ну как бы была там консолидация на самом-то деле, но тут таких уровней может быть много. Думаю цель где-то 7.2, потом дальше посмотрим. Цель 7.2 по данному инструменту, а дальше будем смотреть, как будет себя вести цена. EOS, ребята, стоит пока на 1.03, дальше стоит с ложным пробоем и так далее, ну пытается что-то сделать, пробили линию нисходящего тренда и так далее. Ну то есть пока что цена, ну набрали тут позицию, вот зеркальный уровень. В целом неплохо, но ведь как-то он так себе, ну то есть не прям есть какая-то сила, поэтому я пока бы сюда сильно не лез. По эфирчику, что у нас эфир? Что-то он так у нас сейчас, вот у нас эфир сейчас делаем. Пока ниже уровня 1662, смотрите. Если пробивает, идем дальше. Вот это ключевая зона 1662, значит если пробивается, вот это тоже сильная точка. Думаю, что на позитиве могут пролететь и пойти дальше, там будет цель 2000, потом следующее, вот сюда. Пока эфир смотрим 1662. Лайткоин, ребят, тут халвинг будет, смотрите, он пока сильнее смотрится. Я думал, где-то до 80 дойдет его купить, но пока видите, тренд набрали, никуда не откатывается. Думаю, что идем, наверное, в зону 125, вот сюда. Это будет, я думаю, финалочка такого, сейчас такого локального роста. Думаю, где-то так. Возможно, ребята, будет и 200 долларов. Это может быть на халвинге. Набрали нормальную позу здесь, вышли наверх. То есть сейчас вот 126, это вот будет такая ближайшая, такое сопротивление у нас есть, значит. По S&P, ребятки, пробили мы линию нисходящего тренда. Я думаю, это все видят уже. На недельки, на дневки, как там ни крути, пробили линию нисходящего тренда. И, в принципе, устремляется пока наверх, ребят. Сейчас, если будет, то нам какая задача, что сделать, надо по S&P. Значит, нужно перебить последний хай, вот этот вот раз или этот хай. То есть нужно пойти выше какого-то ближайшего хая, который был ранее. Такое уже набрали тут, такое уже локально набрали уже какую-то силу и пытается сейчас пойти. Ну, то есть цель 4300, вот сюда. Цель первая. Дальше посмотрим, что будет. Там, там увидим, как у нас будет ситуация. Значит, вот, вот это будет ближайшая цель 4300 плюс-минус там. 4300, 4300, 4300, вот тут что-то тоже есть, как бы рисуют там 4, 170. Ну, посмотрим. Посмотрим, тоже какие-то там были откаты. Ну, линию сходящего тренда пробили, это уже хорошо. То есть какой-то позитивчик есть. Набрали тут достаточно энергии, может пойти дальше. Сталаночка. Значит, что у нас? Сталаночка любимая. Смотрите, кто бы что не говорил, ребят, смотрите, уровни прям. Кто бы говорил, что уровни не работают. Смотрите, куда мы пришли. Мы пришли к этой точке, с которой был откат. И она-то, эта точка была еще раньше, чтобы вы понимали. Сейчас мы это посмотрим. Вот, смотрите, вот эта точка, с которой был откат. Прошли прям туда, значит, и сейчас вот цена пытается, пытается уйти наверх. Ну, очень сильно движение было. Думаю, перегрет рынок. Я бы смотрел где-то с точки 20, там, 18 долларов. Вот я бы смотрел оттуда. Пока здесь заходить уже после такого движения, я, ребят, такое не делаю. То есть я захожу либо где-то в начале движения, либо уже после какого-то отката. То есть я тут лезть не буду. Пусть идет дальше, мне все равно. То есть цель этого движения, ребята, будет вот сюда, если по факту взять. Если она пойдет, то где-то плюс-минус 37, я думаю, 38 долларов будет. Так вот, такая ближайшая локальная цель. Там посмотрим потом. Можно пойдет, потом будет откат сильный. То есть я брал бы где-то в долгосрок. Ребят, но это не финансовый совет. Это просто я говорю то, что я бы делал. Я брал бы по 15. Вот. 15-17 долларов это нормальный уровень будет для покупки, например, долгосрока. Лучше по 10, конечно. Но я не думаю, что туда уже дойдет. Раньше биток пойдет там, не знаю, на 10 тысяч долларов. Тогда, конечно, да. Тогда пойдут, я думаю, и на 5 долларов по Солане. Так, что у нас TRX? TRX пробил какую-то линию у нас нисходящего тренда, что мы тут рисовали были. Ну да, пробили, не спорю. Вышли. Вот теперь вот эта зона есть. Смотрите. Вот она. Эта зона 0.065. Пойдет дальше. Все хорошо. Будет следующий уровень. Вот он. Четко видно. Следующая зона 0.07. Дальше там 0.08 будет и 0.09. Вот плюс-минус. Дальше что у нас там дальше? Ну как бы нормально он, ребят, тоже такой вот треугольник. Видите, смотрите. Если выход наверх, принципе, у нас, может быть очень сильное движение. Они там еще хотят TRX внедрить. Я сочетал там в 5 странах. То есть есть очень хорошее развитие именно по новостям. Да, то есть по фундаменталу. И, значит, может быть TRX и он не падал сильно. Поэтому есть шанс, что он, конечно, улетит. Долгосроки только. Локально может быть все что угодно. Здесь что? Lumen. Вот цель движения 0. Ну там 0.10. 10 центов, короче. Цель движения, чтобы вы понимали. И вот следующий уровень будет. Вот очень классный этот уровень. Мне очень нравится. То есть вот сюда будет движение. Но нужно пока пробивать. То есть я бы смотрел где-то с 0.08. 0.08, потом 0.1 и 0.13 плюс-минус. Вот отсюда взять, посмотреть. Если вернется Ripple, ребят. Ripple у нас там пока SEC. Сейчас какие-то судебные моменты есть. Если будет выигрыш в SEC. Именно там же 2 года эта фигня тянется. Смотрите, это было, я помню тогда вот эта ситуация. Это было вот здесь. Это уже, ребята, реально чуть ли не 2 года. Или 2. Сейчас посмотрим. Вот это было вот здесь. Это было в декабре. 12, даже больше 2 лет. Больше 2 лет вот эта ситуация. Если бы этого не было, я думаю Ripple бы пошел, наверное, там долларов 10. То есть если бы этого не было. То есть опять накопление, опять постояли. При пробое выше 0.51 вот четко видно. Я думаю будет улет по этой монете. Поэтому Ripple пока что набор, но может быть это еще долго. Это еще может долго еще стоять. Еще может там полгода до решения. И Tezos значит у нас смотрим 1.20. Ну и кстати Tezos еще стоит на поддержке. Смотрите. Tezos кстати стоит на поддержке сейчас. Но тут фишка меня в том, ребят, что если будет провал там по битку, то провалят все. Вот поддержка это есть. Там зона 1.03, 1 доллар. То есть можно в принципе в целом посмотреть. Откат произошел, может быть какой-то хвост дадут. Тут внимательно сейчас, если там будет что-то такое. Но я бы конечно подожду эту ставку, чтобы выпустили. Рынок там расторговал, с какой стороны уйти и потом можно заходить. Поэтому ребятки пишем коменты, ставим лайки. Если у кого-то есть желание открывать счета на Амаркетс. Видите нормальная волатильность, нормальные графики. Торгуется отлично. Понятно терминал не глючный кстати. Как в некоторых бирж терминала там глючные. Постоянно тут стоп, то что-то, то-то, что-то глючит. Надо перезагружать все время. Здесь старый добрый метатрейдер, который работает и проверен уже годами. Поэтому ребята всем хорошего дня, прибыльных сделок в следующей неделе. С вами был Роман Шкудер, компания Форст Лайф и специально для компании Маркетс от Видео. Всем профита! Пока!